МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Татьяна Молокова. В Новый год с новой инфраструктурой. Сегодня в Ядринском районе после капитального ремонта открыли автомобильную дорогу и площадку для игры в хоккей. Появление этих объектов местные жители ждали с нетерпением. На торжественном открытии побывал и мой коллега Дмитрий Ковалев. Чтобы добраться до районного центра, жителям села Чебакова приходилось делать большой крюк. Преодолеть этот участок легковые машины и автобусы попросту не могли. Весной на грунтовке застревали даже внедорожники. Эту дорогу мы ждали 50 лет. Еще будучи школьницей, мы ходили пешком в город Ядрин 12 километров. Для нас это была прямая дорога. И эта прямая дорога соединяла нас с большим миром. Для того времени самый близкий город, который был райцентр. Ремонтировать дорогу начали этим летом. Здесь проложили новый слой асфальта и укрепили обочину. В ближайшее время из Чебакова до Ядрина планируют запустить прямой автобусный маршрут. А в следующем году в муниципалитете намерены приступить к ремонту других дорог. Ядринский район в этом году очень довольно-таки активно работает по строительству новых дорог в сельских поселениях. У нас в этом году началась работа в 10 сельских поселениях. Из них уже порядка двух уже сданы в эксплуатацию. А так в целом в этом году получается порядка 10 километров уже ведутся работы по строительству новых дорог. Новую хоккейную площадку открыли в селе Советском. Раньше местной ледовой дружине на тренировки приходилось выезжать в другие деревни. Теперь здесь будут проводить и домашние чемпионаты, и уроки физкультуры. Буду постоянно посещать, буду приводить своих друзей, вместе будем кататься. Спортивной площадкой советской средней школы будут пользоваться и дети, и жители близ расположенных населенных пунктов. В Ядренском районе всего у нас 16 катков. 12 вот таких сооружений. Кроме этого пользуются еще прудами. Новый лед опробовали сразу после открытия площадки. Среди местных команд разыграли призы клуба «Золотая шайба». Об итогах работы и задачах на будущее говорили на совещании главы Чуваша с руководителями предприятий республики. В выходящем году, несмотря на сложные экономические условия, к концу первого полугодия удалось прекратить подпроизводство. Об основных показателях работы в выходящем году в нашем репортаже. В 2015 году начал работать завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске. Открылся сервисный центр ВТБ-24, где сегодня трудится более 700 человек. Запущено производство жгутов кабелей для автомобилей концерна «Фольксваген» на «Фуджикур-Аутомотив» «Рус-Чебоксары». Организовано производство клинкерной керамической брусчатки и облицовочного кирпича в компании «Экоклинкер». Расширены имеющиеся площади производства и обновлен парк оборудования фирмы «Динамика». 2015 год для всех нас стал годом серьезных экономических вызовов и в то же время достаточно высоких достижений. Есть отдельные яркие примеры. Вопросы импортозамещения, продовольственного эмбарго дали дополнительные возможности для наших производителей производить, находить варианты, производить новые товары, которые востребованы на потребительском рынке. По цене и по качеству вы всегда проходили и полагаю и надеюсь на вас, что вы так же поступательно будете действовать для того, чтобы в конкурентной среде находить своего покупателя, находить своего потребителя и практически развивать свой бизнес. Более 150 социально значимых инвестиционных проектов реализуют сегодня промышленные предприятия и республики. В течение всего года правительство Чувашии активно налаживало взаимодействие с федеральными структурами, стараясь найти софинансирование для особо важных проектов. Доля работающих предприятий, которые работали с прибылью, у нас увеличилась. Если в 2014 году примерно за этот период доля прибыльных составляла 72%, то сегодня 76%. То есть количество прибыльных организаций, еще раз вот, говорит о вашей эффективности, работает лучше. В том числе и сумма прибыли вообще возросла на 17%. Это достигло 8,3 миллиардов рублей. Сумма прибыли это тоже выше, чем аналогичный период прошлого года. Индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 98%. Кстати, это выше общероссийских значений. В этом году в рамках программы импортозамещения свои шансы использовали сельхозтоваропроизводители. В частности, наращивают свое производство АКОНТ, АКОНТАГРА и ЮРМА. В декабре порядка 5000 тонн произвели мяса, поэтому все идет по плану. Думаю, что перспективы, если готовим проект договора с Китаем, я думаю, что мы выйдем тоже в феврале-марте на продажу часть птиц. Текущий год стал успешным и для компании «Химпрома». Выпуск товарной продукции в этом году увеличен на 20%. Выручка составила более 7 миллиардов рублей, экспорт вырос на 47%. Как мы декларировали, в начале года выручка составила более 7 миллиардов. Мы эту планку перешли, в принципе, обещали. Это позволило нам реализовать полностью планы наши по реконструкции, ремонтам, развитию, решить задачи по экологии и промобезопасности, что в весе составляет чуть более 700 миллионов рублей, мы освоили эти деньги. Сохранить все социальные годы по предприятию, увеличить заработную плату на 11%. Сегодня средняя заработная плата по «Химпрома» составляет в районе 22 тысяч рублей. Подводя итоги совещания, глава республики Михаил Игнатьев поблагодарил директоров предприятий за эффективную работу, конструктивное взаимодействие с органами власти и социально ориентированный бизнес. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. Глава республики Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с генеральным директором ЭКРА Константином Дони. Говорили о научном и производственном потенциале предприятия. На сегодняшний день ЭКРА – единственное предприятие в России, которое разрабатывает и реализует собственный проект в области энергетики. Причем сдает их, что называется, под ключ, взяв на себя и сервисное обслуживание. Несмотря на экономическую ситуацию в стране, организация держит планку. Заработная плата выросла до 24,5 тысячи рублей работающего. Инвестиции составили около 140 миллионов рублей. На будущий год мы планируем рост не меньше, чем 20% с увеличением численности работающих на предприятии. Инвестиционную программу пока не расширяем, но она будет на уровне прошлого года. Не берем на себя риски по увеличению инвестиционной программы в связи с тем, что не до конца понятен курс, какой будет у нас. На встрече обсудили и работу научно-образовательного центра ЭКРА. Образовательный центр хороший создали благодаря студентам, благодаря родителям за то, что они уже с молодых лет приучаются к производству. В Калининском районе столицы республики начал свою работу дополнительный офис многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работающий по принципу одного окна. В начале лета этого года в фундамент нового офиса заложили символический камень, а в декабре МФЦ уже обслуживает жителей Калининского района. Полторы тысячи квадратных метров, 32 окна для приема граждан и два комфортных зала ожидания. Сегодня возможность получить все документы в одном месте стала реальностью. В Чувашии один из лучших показателей по внедрению принципа одного окна по ПФО. Практически 100% центров перешли на новую систему. За прошедший год оказано более 370 тысяч услуг, а это почти на 130% больше, чем в прошлом году. В перспективе создание МФЦ для обслуживания малого бизнеса. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с руководителями и журналистами ведущих СМИ республики, чтобы обсудить итоги года. Как оценивать результаты работы руководителя региона, что ускользнуло из поля зрения, по мнению журналистов, на чем необходимо сконцентрировать усилия в следующем году. Об этом и многом другом шла речь на заключительной в этом году пресс-конференции. Самым важным и памятным днем в календаре прошлого года единогласно выбрали 70-летие Победы и все, что было связано с этой датой. Такие события воспитывают в людях истинный патриотизм, учит их гордиться Отечеством и уважать его, отметил Михаил Игнатьев. Вообще, любовь к родине – мощная движущая сила, которая позволяет людям добиваться больших успехов. В непростой экономической ситуации в Чувашии запущены два новых предприятия. Многие нарастили объемы производства. Мы открывали производство и будем открывать. Для молодежи надо создавать хорошую мотивацию с высокой производительностью труда. И зарплата будет намного выше. Цель основная. Это государство в нашей принципиальной позиции была и остается. Победу на выборах в уходящем году глава Чувашии расценивает как доверие жителей, поддержку курса, выбранного правительством. Что касается личных впечатлений Михаила Игнатьева, то уходящий год также был неплохим. Сын поступил в Чувашский госуниверситет. Говорили о том, что в республике сохраняется положительная демографическая динамика. Значит, строительство детских садов будет продолжено. Михаил Игнатьев честно ответил. Снизить производственный стаж для получения звания ветеран труда пока не получится. Это решение должно быть подкреплено финансово. Мы же для снижения на два с половиной года трудового стажа шли тоже долго. Люди задавали один год, второй год. Мы отвечали всегда честно. Вот заработаем, там, три сотни миллионов рублей, пополним доходную часть бюджета и пойдем на этот шаг. По предварительным данным, республика заканчивает год с лучшими показателями, чем ожидалось. И хотя уровень прошлого года удалось превзойти не во всех отраслях, инфляция ниже, чем в целом по России. А средняя зарплата жителей Чуваши выросла на 4% и составила 21 717 рублей. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. На кануне Нового года лучшим из лучших вручили государственные награды. Торжественная церемония состоялась в Доме правительства. Кто удостоился почетных званий и орденов в нашем репортаже. Мастерами своего дела этих людей называют не случайно. Многие из них отдали своей профессии не один десяток лет. Водитель автобазы, администрации главы республики Юрий Ефремов искоресил на служебных машинах более 600 тысяч километров. Вместе с ним звание заслуженного работника сегодня удостоился и заместитель главного врача, больницы скорой медицинской помощи Андрей Гущенков. На его счету более 2000 успешно проведенных операций. И награда она как-то все-таки общая. Не только моя одна в этом заслугам. Я в этой больнице практически вырос. Там прошло мое восстановление как врача. Ну и потом с 2002 года в должности заместителя главного врача, я уже работал, там прошло восстановление, может быть, как организатора. А Тамара Чешкова сегодня стала заслуженным учителем России. Преподаватель школы из села Аликово написала более 10 научных пособий, которые рекомендованы для обучения детей. Я четвертом поколении учитель. И в общей сложности только учили начальник класса у нас больше 100 лет. И папа был учителем, и бабушка с дедушкой были учителями. И прадед до войны еще работал в церковной рейхарской школе учителем. И мы вот, вся заслуга, которую я сейчас имею, это заслуга и моих учителей. Почетной наградой на этой церемонии удостоился и председатель духовного управления «Мусульман Москвы» и Центрального региона. Альбиру Кырганову вручили орден за заслуги перед Чувашской республикой. Михаил Игнатьев отметил, что он внес большой вклад в укрепление межконфессиональных отношений. Это наш общий труд. И надеюсь, что и впредь с Божьей помощью мы будем стараться во благо нашей родины России, любимой Чувашской республики и мусульманского сообщества. Своего героя спустя год нашла и медаль за спасение погибавших. Ее обладателем стал глава крестьянского фермерского хозяйства из Краснодаромейского района. Прошлым летом Николай Аркадьев вытащил из пруда тонувшего мальчика. Глубина, конечно, достаточно глубокая была, где-то метра четыре. Я до ныряда не мог, конечно, до самого дна. Начал искать ногами. И со второго раза я задел тело мальчика. Сразу положил на траву, на горку. С уклоном головой вниз. И, как учили, начал делать искусственное дыхание. Государственных наград накануне Нового года были удостоены 34 человека. Учителя, врачи, деятели культуры, работники заводов. Глава республики отметил, что труд каждого из них формирует прочный фундамент для социально-экономического развития региона. 2016 год Чувашии объявлен Годом Человека Труда. Наша земля богата замечательными трудовыми традициями и обычаями. Идем дени ищпебаха, говорили наши предки. Сегодня наша задача напомнить всем еще и еще раз, и прежде всего подрастающему поколению, что успеха и признания можно добиться только честным трудом. На ваших примерах. Глава республики пожелал награжденным и дальше трудиться на благо своей Родины. Дмитрий Ковалев и Сергей Ляпчиков. Республика. Получить звание заслуженного работника одновременно и почетно, и ответственно. Это признают все награжденные. И каждый из них отмечает, что добиться такого высокого статуса помогает любовь к своему делу. О своей профессии нам рассказала теперь уже заслуженный работник образования Чувашской республики, директор 38-й школы Чебоксар Наталья Чернова. За 21 год Наталья Анатольевна прошла путь от молодого учителя истории и общества знания до директора. Что станет педагогом, не подразумевала, пока на третьем курсе из фака ЧГУ не попала на практику в школу. С тех пор вдохновение Натальи приносит именно работы с детьми. Дает силы, чтобы справляться с трудностями на высокой должности. Я хочу сказать, что быть директором, особенно сегодня, в школе очень тяжело. Почему? Потому что система образования, она всегда подвергается реформированию. Система образования должна очень адекватно реагировать на все те изменения, которые происходят в жизни, в политической, в экономической, в социальной. Запросы наших родителей становятся с каждым годом выше. Проектов становится больше. Да и наши дети, они по сути меняются. И соответственно, руководить и не отставать от всего того нового, что происходит вообще в социуме, достаточно непросто. Но у Натальи Анатольевны это получается. Школа активно внедряет систему дополнительного образования. Сотрудничает со спортивными учреждениями республики. В учебном заведении много времени уделяется научной деятельности учащихся. Говорят, плох тот ученик, который не мечтает превзойти учителя. И судя по амбициям школьников, здесь учатся достойные своих наставников. Если честно, я с самого детства мечтаю стать президентом, директором. Это тоже неплохо. Но я считаю, что директор школы – это очень ответственная работа, которая требует больших усилий, терпения, труда. И я считаю, что именно у Натальи Анатольевны сложились те качества человека, которые помогают сделать нашу школу лучше. Она верит в нас, всегда помогает, всегда сотрудничает с нами. И идет только на то, чтобы помочь нам, и чтобы мы никогда не сдавались и верили в себя. Коллеги видят в своем руководителе настоящего лидера. Как профессионал, современный руководитель должен быть мобильным, эрудированным и компетентным. А как личность, руководитель должен обладать харизмой и человечностью. Бесспорно, многолетняя работа и выполнение поставленных профессиональных, общественных задач рядом с Натальей Анатольевной Черновой позволяет мне констатировать факт, что Наталья Анатольевна обладает всеми этими качествами. Не стоять на месте и не бояться брать на себя ответственность. Вот формула успеха Натальи Черновой, уже доказавшая свою эффективность. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Это все новости к этому часу. Вечером в 20 часов мы подведем итоги уже уходящего года. Я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. До встречи в 2016. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова